Приграничный китайский город Суйфэньхэ, зарабатывающий на шоп-туризме, ищет новые пути развития. После падения курса рубля власти города и провинции делают упор на развитие международных транспортных коридоров. И Россия играет здесь не последнюю роль. Именно через порты Приморского края Китай планирует переправлять грузы в страны АТР. Транспортный коридор Приморья-1 связывает Суйфэньхэ, станцию Градекова, пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги. Уссуриск, пограничный, госграница, Владивосток, находка, порт восточный, железнодорожная и портовая инфраструктура. Амбиции соседей понятны. У Китая нет выхода к Японскому морю, а Приморские порты эту возможность дают. За счет короткого логистического плеча экономятся колоссальные средства. У нас есть железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. Сейчас Китай прилагает большие усилия, чтобы развивать проект «Один пояс, один путь». Наш город играет в нем важную роль. Через наши пункты пропуска перевозят грузы, обычные товары легкой промышленности китайского производства, которые отправляются в Японию, Южную Корею, а также Россию. Из России в основном везут морепродукты для наших потребителей. По сообщению администрации железнодорожной станции китайского города Суйфэньхэ, с начала этого года по сухопутной части маршрута Харбин-Суйфэньхэ-Владивосток-Пусан проследовало 83 контейнерных поезда, чуть больше 9 тысяч контейнеров. Эти показатели на 267% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние пару лет в Суйфэньхэ построили автовокзал, автопереход с грузовой и пассажирской линиями, ЖД-переход заложен в фундамент под аэропорт, а вот с российской стороны подвижек гораздо меньше. «С января 2012 года русские решили строить автопереход. Мы подключились через полгода, в августе. Пропускная способность модернизированного пункта пропуска сегодня составляет 5,5 миллионов тонн грузов и 6 миллионов людей. Мы хотели бы попросить российскую сторону ускориться в своей работе, чтобы ваша пропускная способность соответствовала нашей». Новый автомобильный пункт пропуска пограничный, так и не был построен. Реконструкцию ожидает морской пункт пропуска Зарубина, железнодорожный пункт пропуска Махалина и другие объекты. «Современный автопереход с новейшим оборудованием для засмотра и всеми удобствами для туристов в эксплуатацию 16 сентября и работает вот уже как месяц. Свои обязательства китайская сторона выполнила. И сейчас российские туристы и китайское правительство с надеждой смотрят в сторону российской границы, пытаясь разглядеть строительную технику». Заметим, привлечение грузоперевозок позволит максимально развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру Приморского края. Однако пока на этих объектах большие стройки не развернулись. Правительство будет субсидировать строительство только когда сюда придут серьезные инвесторы. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.